Металлоискатель Приветствую всех любителей металлопоиска и металлодетекции. Сейчас мы с вами поговорим о том, что надо сделать, чтобы ваш металлоискатель прослужил долго. На самом деле ничего особенного, наверное, я не скажу. Каждая вещь, которой пользуется человек, может прослужить очень долго. Наверное, в каждой семье есть старинные предметы, которым больше ста лет, и они продолжают вам служить. Ответ почему? Очень прост. Потому что вы аккуратно с ними обращаетесь. То же самое можно сказать про металлоискатели. Ваш металлоискатель прослужит вам долго, если вы будете аккуратно с ним обращаться. Это значит, что выходя на поиск, вы должны бережно транспортировать свой металлоискатель. Когда он находится в рюкзаке или в сумке, следите за тем, например, чтобы провод катушки металлоискателя не перегибался. Обычно поисковики не обращают на это внимания, но это сказывается на долговечности эксплуатации той же катушки. Обязательно следите за тем, чтобы на дисплее металлоискателя ничего не наваливалось, особенно острого. Потому что вы можете таким образом его испортить. Ну и, соответственно, вывести металлоискатель из строя. При длительном хранении обязательно удаляйте из батарейных отсеков элементы питания, которые могут за несколько месяцев испортиться, вытечить и испортить ваш металлоискатель. Если вы находитесь в поле, обязательно защитите блок управления вашего металлоискателя защитным чехлом. Это убережет его от осадков и, соответственно, от возможных поломок. Причем учтите, что проникновение влаги и воды внутрь блока управления и последующий выход из строя прибора не является гарантийным случаем. Вам не будут ремонтировать металлоискатель бесплатно в случае, если экспертная комиссия обнаружит внутри него следы воды, грязи и так далее. Учтите это. Когда вы ищете с металлоискателем, берегите его катушку. У меня в руках металлоискатель Тесора Кортес, изначально снабженный прочным, я бы сказал, сверхпрочным чехлом на катушке. Не все металлоискатели в стандартной комплектации снабжены этим чехлом. И если этого чехла у вас нет, обязательно его докупите. Он спасет вас от многих неприятностей. И опять же, если катушка будет иметь механическое повреждение, выйдет из строя в течение гарантийного срока, вам ее не отремонтируют и не поменяют. Такая поломка лежит на совести самого оператора, самого поисковика. Если вы используете в своем металлоискателе дешевые батарейки, то последующие неисправности также будут на вашей совести. Используя металлоискатель, обязательно применяйте только качественные элементы питания батареи и аккумуляторы. Разбирая и собирая металлоискатель, будьте внимательны с разъемными частями. Здесь также могут таиться какие-то неприятности. Поэтому будьте аккуратны, осторожны. В металлоискателях Тесора эти узлы чрезвычайно надежны. Но я знаю несколько брендов металлоискателей, в которых хрупкость этих узлов и ненадлежащее использование со стороны поисковиков приводят достаточно к частым неприятностям. И в дальнейшем вы встаете перед вопросом устранения этих поломок. Я рассказал вам вкратце о том, как нужно эксплуатировать и как нужно беречь свой металлоискатель. Формула остается простой. Берегите металлоискатель как себе. И он прослужит вам очень долго. Удачи! Встретимся! Субтитры создавал DimaTorzok